Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 7-12 градусов, местами минус 13-18. Днем минус 4, плюс 1. Местами столбик термометра будет подниматься до плюс 6. На дорогах гололедица и снежный накат. В Черкесии небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8-10 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 6. Ночью и утром на дорогах гололедица и снежный накат. Наша сегодняшняя гостья давно и успешно занимается волонтерскими проектами, являясь их непосредственным руководителем. Ее собственный проект вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства» Екатерина Борисова. Как она связана с кукурузным лабиринтом? Что это вообще такое и в чем суть ее индивидуального проекта? На эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии Екатерина ответит моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем! Доброе утро, Екатерина! Я рада вас вновь видеть у нас в гостях. С вами всегда интересно встретиться, поговорить, потому что вы волонтер-волонтер такой. Вот буквально недавно ваш проект вышел в финал конкурса, который называется «Мастера гостеприимства». Мне бы хотелось, чтобы, Ваня, об этом проекте несколько слов сказали. О конкурсе «Мастера гостеприимства» я с удовольствием расскажу. Это конкурс площадки «Россия – страна возможностей». И заявочная кампания была начата еще в позапрошлом году, в ноябре 2019 года. И я решила принять участие, потому что, живя в таком регионе, как Карачаево-Черкесская республика, неудивительно, что я задумывалась о том, как привлекательность туристическую повысить нашего региона. Хотя у нас и так очень много объектов, но мне всегда хотелось что-то уникальное, интересное придумать. И я решила принять участие в этом конкурсе. Из названия понятно, о чем он, да? То есть все сферы, так или иначе связанные с туризмом, гостеприимством, приглашались для участия в этом конкурсе. Конкурс среди физических лиц. Я хочу у вас спросить, как вы связаны с кукурузным лабиринтом? Я так понимаю, что в нашей стране люди, которые моего возраста, чуть старше, они знают историю с кукурузой, которая связана с Хрущевым. Что такое кукурузный лабиринт? Как вы с ним связаны? Что это вообще такое? Значит, когда была заявочная кампания, было необходимо подать проект. Проект улучшения туристической сферы, сферы гостеприимства. И я думала, что могу я сделать в своей республике? Не то, чтобы я очень сильно была внедрена в сферу туризма, чтобы знать проблемы отелей, например. И я подумала, я хочу создать новую локацию, уникальную локацию, которая не будет нигде в России. И я стала думать, что это будет. Я вспомнила, у меня прям такой флэшбэк был. Я вспомнила, что когда я еду из аэропорта, по обе стороны кукурузные поля идут, разделенные тоненькой полоской. Лесополосы. И я подумала, я помню, что было такое развлечение. Это развлечение очень популярное в Европе, в Америке, особенно в Канаде, в Мексике, в Южной Америке. Популярное очень. И я стала искать, а где у нас есть кукурузные лабиринты, для того, чтобы я посмотрела, как они это делают, с ними познакомилась. Оказалось, в России нет ни одного кукурузного лабиринта. Это такое развлечение. Огромное поле. Сажается кукуруза, мы прекрасно знаем, какого она размера вырастает. То есть 2,5 метра, где даже взрослый мужчина чувствует себя ребенком в этом лабиринте. Потом она определенным образом пропалывается, пока она еще маленькая, для того, чтобы там был создан какой-то рисунок или какой-то лабиринт. Как интересно. Да. И вот такое развлечение. Оказалось, что в Белоруссии есть один, ну и соседи, по соседям я посмотрела, и в Украине есть по одному кукурузному лабиринту. Я думаю, а чем Россия хуже и Карачаево-Черкесия, собственно. Я обязательно хочу, чтобы этот проект был реализован. Хотя бы один год, хотя бы посмотреть, что это такое. Кать, ну мне остается пожелать вам, чтобы проект поскорее реализовался, пожелать вам успеха, пожелать вам удачи. И спасибо, что вы были гостем нашей программы. Благодарю вам. Спасибо за приглашение. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Ну а наш информационный эфир продолжит вещание публистических программ. Хороших выходных и до встречи в эфире. До 40% на все. Куртка. Подарок. Вятские меха. ТЦ Панорама. Первый этаж.